Англичане еще в 19 веке придумали первое правило футбола, а вскоре провели и первый международный матч против Шотландии. Сборная трех львов всегда считалась одной из главных и самых сильных в мире. В 1966 году Англия выиграла чемпионат мира, а потом как отрезала. Да, международные турниры проводятся раз в два года, а претендентов на победу всегда хватает. Но как за более чем 80 лет Англия только дважды играла в финалах, взяв один титул? Нация, которая подарила миру футбол, хронически не может достичь результата, несмотря на огромный пул топ игроков. Сборная, которая сметает всех в отборочных турнирах, не может закрепить успех в финальной части. Так почему Англия – вечный футбольный неудачник? Это Эксплейнер, а значит мы быстро и на пальцах объясним, что не так с родоначальниками футбола. Да, именно мы, потому что сегодня прожарить Англию мне поможет Дима Панферов. Но перед началом хочу поблагодарить наших друзей из фона, поддерживающих все наши ролики. Также они официальные спонсоры сборной России по футболу, ЦСКА, партнеры Ирубина и многих других футбольных и хоккейных клубов. Не забывайте заглядывать в Telegram Match Production, подробности в описании. Ну а теперь объясняем, почему Англия – главный футбольный неудачник. И первая причина – проблемы с составом. Звучит дико, но практически на каждом турнире к составу сборной Англии есть вопросы. Больше всего – к позиции вратаря. Когда у англичан в последний раз был кипер мирового уровня? Гордон Бэнкс? Окей, но его даже Олды уже не вспомнят. А что под вужильным опорником вроде Канте? Плеймейкер Маля Пирла? Окей, Англия подарила нам множество центральных защитников, но вспомните, кто играет в паре с Джоном Стоунзом сейчас. Было немало хороших центральных полузащитников, порой даже слишком много. Настолько, что англичане не придумали, как разместить на поле Лэмпорда, Джерарда и Скоуза. Все норму Англии и с правыми фуллбеками. Их в какой-то момент было под 10 на позицию. Джеймс, Уокер, Трент, Трипье – короче, вы поняли. Зато слева достойно заменить Эшли Коула смог только Люк Шоу. И то он вечно на травме. Похожая с фуллбеками ситуация и в атаке. На Евро 2024 Гаррет Саугейт взял 10 нападающих и лишь 5 полузащитников. Такой дисбаланс – проблема, ведь сколько бы тройных замен ты ни делал, всех не выпустишь. Итог. На бумаге топ игроков дофига, но часто их профайлы схожи. Вы скажете, но ведь у Англии все равно самый дорогой состав на Евро 2024. И вообще чемпионат Европы выигрывали даже такие команды, как Греция, Дания и Португалия с одной победой в 7 матчах. Так может дело не только в игроках? Кто в конечном итоге формирует состав и отвечает за мотивацию и тактику? Да, вы правильно поняли. У Англии слабые тренеры. И это вторая причина. В футболе сборных редко встречишь спецов уровня Гвардиолы. Плюс национальные команды обычно возглавляют местные тренеры. А теперь попытайтесь вспомнить действительно классных коучей из Англии. Ладно, парочка все же была. В 1961-м Альф Рэмси поднял скромный Ипсвич в первый дивизион, аналог нынешней АПЛ, и сходу выиграл чемпионат. После чего ушел в сборную и сделал трех львов чемпионами мира. На ЧМ-86 сборную тренировал легендарный Бобби Робсон. Но, кажется, сами небеса были против англичан. В матче 1-4 с Аргентиной Диего Марадона открыл счет рукой Бога. Судья не увидел нарушения. А после забил официально лучший гол в истории чемпионатов мира, оббежав шестерых игроков, включая вратаря. Терри Венейблс прервал 11-летнюю серию Барселоны без побед в чемпионате и даже выиграл трофей с Тоттенхэмом. Но под его руководством англичане остановились в шаге от выхода в финал Евро-96. Шаге, которого не хватило Полу Гаскойну, чтобы замкнуть мяч в пустые в экстратайме. Впрочем, не считая тот чемпионат Европы, 90-е англичане предпочитают не вспоминать. Ноль побед на Евро-92 с тренером из низших лиг Грэмом Тейлором и непопадание на чемпионат мира 94 с ним же. В конце века сборную потренировали легендарные экс-игроки Глен Ходл и Кевин Киган, но набровки они оказались несостоятельны. Острая нехватка топовых специалистов отразилась и в культуре. В 2001 году в прокат вышел фильм «Тренер». По сюжету у сборной Англии умирает тренер, но кого взять на замену? Иностранцы не хотят, а своих просто нет. За дело берется Майк Бассетт, который работает в низших лигах с Норвичем. Бассетт – собирательный образ английского физрука. Признает только 4-4-2, состав пишет на пачке сигарет, а в отборах проигрывает слабым сборным. Возможно, фильм увидели футбольные чиновники, поэтому и решились на эксперимент – пригласить тренера-иностранца. Им стал Свен Йоран Эриксон, который годом ранее привел Лацио к золотому дублю в Италии. Не знаю, помогло ли кинофункционерам в их решении, но вот Милдранат точно бы это сделал. Милдранат рекомендует для быстрого восстановления и поддержания отлично физической формы, сохранения высокой работоспособности и энергии. Все это явно бы не помешало команде Саутгейта на этом евро, но, к сожалению, им нельзя. Специально для тех, кто хочет поддерживать свою работоспособность на высоком уровне, у нас есть промокод МЯЧ, который даст 15% скидки на покупку Милдраната на площадке ЕАптека. Помните, что перед применением любого медицинского препарата нужно обязательно консультироваться с врачом или фармацевтом. Не занимайтесь самолечением, читайте инструкции и берегите себя. Ну а я возвращаюсь к Эриксону. Фанаты до сих пор спорят, провалился Швед или нет. Он вывел Англию в три четвертифинала, и если на чемпионате мира 2002 это был приемлемый результат, то на последующих Евро и ЧМ от трех львов ждали большего, а сам Эриксон оказался негибким тактиком. В Латсу он играл в 4-4-2 и не собирался отказываться от рабочей схемы, даже если она не подходила под набор исполнителей. Эриксон прямолинейно подошел и к главной головоломке золотого поколения, размещению трио Скоуз, Джерард и Лэмпорт. Ну, как подошел, не придумал ничего лучше, чем просто выпускать всех троих сразу плюс Бекхэма. В результате Англия играла в четыре полузащитника, каждый из которых был более нацелен на атаку, привет обороне. Причем Скоулс, который в МЮ почти никогда не играл слева, стал основным именно на этой позиции в сборной. Пол такой тактический ход не оценил и в возрасте 29 лет завершил международную карьеру. Второй заход на иностранца случился в 2008-м. Восстанавливать престиж нации после непопадания на Евро со Стивом Маклареном позвали Фабио Капелло. Не учли два момента. Как и все предшественники, итальянец сыграл по уже устаревшей 4-4-2. А пары месяцев ранее его уволили из Реала за скучный футбол, даже несмотря на победу в Ла Лиге. Видимо, страдания для англичан так же сладки, как чай в пять вечера. Игроки так и не привыкли к Фабио. Многие вспоминали его излишнюю строгость и не понимали, почему на чемпионате мира 2010 тренерский штаб празднует победу сборной Италии. Неразбериха царила и на поле. Капелло тоже не смог решить проблему Джерарда и Лэмпорда. И не придумал ничего лучшее, как задвинуть Стиви на левый фланг атаки. Ну, а если вам не нравится футбол Саутгейта, то помножьте это ощущение на два и получите игру англичан при Капелло. Три гола в четырех матчах в Южной Африке и вылет в одной восьмой. Дальше управлять Титаником позвали Роя Ходжсона. Это сейчас английские фанаты были бы рады тренеру из Ливерпуля. А тогда старина Роя возглавил Львов после того, как опустил клуб на десятое место с отрицательной разницей мячей, за что и был уволен. Схему Ходжсона в сборной вы уже отгадали, а вот результаты освежим. Вылет в 1-4 евро 2012, не выход из группы на мире в 2014, и кульминация. Вылет от Исландии в 1-8 евро 2016. Англичане ничего лучшего не придумали и заменили Ходжсона на Сэма Эллардайса. Впрочем, Биг Сэм спалился на коррупции и с позором ушел после одного матча. Зато его результат в сборной уже точно никто не улучшит. У Биг Сэма 100% побед. Наконец, Гаррет Саутгейт, чей прежний опыт ограничивался вылетом из АПЛ с Миддлсбро и работой в молодежке. Вроде как все должно было пойти по уже знакомому сценарию, но с ним Англия отобралась на все турниры, побывав в полуфинале ЧМ и финале Евро. Пусть англичанам оба раза и везло с сеткой. Но результат? Одна сторона медали, да и то серебряной. Ведь игры сборной скорее напоминают средневековую пытку. И несмотря на внешнюю идиллию, кажется, на восьмой год у его сборной стали проглядываться трещины. По ходу Евро 2024, Гаррет пожаловался, что у него нет игрока-функционала Калдина Филлипса. Того самого, который в сезоне 23-24 провел ноль полных матчей в АПЛ. А капитан сборной Харри Кейн заявил, что у Англии проблемы в игре и с мячом, и без мяча. Но отдадим должное. Саутгейт все же вернул престиж сборной Англии. В команде царит семейный вайб, а игроки с улыбкой приезжают на сборы. Только вспомните 100-килограммового Харри Магуайра на резиновом единороге. Это важно, потому что так было не всегда. Да, нулевых англичане просто увязли в конфликтах. И это третья причина неудач Англии. Конфликты. Можно сколько угодно обвинять Эриксона в провале золотого поколения, но во многом виноваты и сами футболисты. Это сейчас главный клуб-донор сборной Англии Crystal Palace, но в середине нулевых состав англичан практически целиком состоял из игроков МЮ, Челси и Ливерпуля. Таким топчикам даже не надо объяснять, что делать на поле. Но вся беда не в ногах, а в голове. Приезжая в расположение сборной, игроки не могли оставить свои клубные пристрастия, что било по атмосфере внутри коллектива. Я не хотел сидеть за одним столом со Стиви Джи и слушать, как дела у его Ливерпуля, признавался Рио Фердинанд много лет спустя в эфире BT Sport. Сидевшие в той же студии Лэмпорт и Джерард согласились с бывшим партнером по сборной. Причем Стиви искренне не понимал, почему игры за Англию были каторгой. Я общался с бразильцами, и для них матчи за сборную — это лучшие 10 дней в году. Они жаждут поскорее встретиться вновь, согрушался Джерард. Грустно, ведь мы говорим не просто про крутых игроков, но еще и про капитанов своих команд. Именно они должны были проявить зрелость, а в итоге скатились в ребячество. Причем в случае англичан — не какая-то уникальная ситуация, но почему-то проблемы возникли только у них. Те же испанцы отрывали друг другу ноги в классика, но атмосфере в сборной это почти никогда не мешало. Может, мы просто слишком многого ждем от трех львов? Как говорил один хорошо известный на полях Англии человек, ваши ожидания — ваши проблемы. А ожидания от англичан всегда крайне высокие, и это еще одна причина их неудач. Вы точно слышали фразу «Football's coming home», что переводится как «футбол возвращается домой». Намек на трофей, который Англия в этот раз точно увезет на родину. После стольких провалов воспринимать эти слова на полном серьезе сложно, и они отчасти стали мемом. Футбол-то едет домой, правда, обычно на стадии 1-4. Подливают масло в огонь газетчики, которые умело продают скандалы и соревнуются в остроумии. Например, обложка The Sun после жеребьевки чемпионата мира 2010. Фух, какое облегчение. Англия, Алжир, Словения и Янки. Изи. Итог помним. Два гола в группе, четыре очка и вылет в 1-8. А перед Евро 2024 скандал вспыхнул вокруг Коби Майну, когда 19-летнего полузащитника Эмью сделали козлом отпущение за поражение от Исландии в Товарнике. Причем не совсем заслуженно. В рейтинге The Guardian Майну получил более низкую оценку, чем Райс. Хотя именно игрок Арсенала бросил бежать в ситуации с пропущенным голом. С такими друзьями и враги не нужны. Однако после финала Евро 2020 слабоумие начали проявлять не только газеты, но и некоторые английские болельщики. Фаны вылили в соцсетях порцию расовой ненависти на Маркуса Рэшфорда, Букаеса Ка и Джейдена Санча после их промаха в серии 11-метровых. Включиться пришлось даже полиции. Реакция шокировала Джуда Беллингема. Не забив пенальти, они перестали быть англичанами в глазах общественности и стали просто черными. Оставим это на совести английских болельщиков, а вот про пенальти все же поговорим. Пятая и последняя причина неудач сборной Англии – хроническое невезение. Англичане вправе проклинать судьбу. На крупных турнирах они 9 раз участвовали в серии послематчевых пенальти и выиграли лишь дважды. На Чемпионате мира Англия делит первое место с Италией и Испанией по количеству проигранных серий подряд, а на Евро они проиграли 4 последней серии. Это антирекорд турнира. На Евро-96 англичане уступили немцам в полуфинале, несмотря на супермомент в экстратайме, а в серии смазали лишь один удар. Иронично, но сделал это Гард Саутгейт. В 1998 год в 1-8 чемпионате мира англичане почти полтора часа играли в десятером против аргентинцев из-за необязательного удаления Дэвида Беккэма. Он повелся на провокацию Диего Симеоне. Сложно упрекнуть их в том, что не запили победные в меньшинстве. На Чемпионате мира в Японии и Южной Корее дежурный штрафной в исполнении Роналдинио с 35 метров превратился в один из самых легендарных голов в истории турнира. Даже сам Ронни признает, что не задумывал такой фокус. Ну а на злосчастном Чемпионате мира 2010-го в 1-8 против немцев у англичан отняли чистый гол Фрэнка Лэмфорда. Если бы тогда действовала система автоматического взятия ворот или был бы вар, счет стал бы 2-2. А как получилось на деле, вы прекрасно помните. Можно вспомнить еще несколько эпизодов, где сборной Англии фатально не везло, но, думаю, этого и так более чем достаточно. Итак, нельзя сказать, что есть только одна причина, которая мешает англичанам доминировать. Ну или хотя бы раз в 20 лет что-то выигрывать. Это скорее совокупность факторов и дикое невезение, хотя удачу тоже нужно заслужить. И все же есть ощущение, что черная полоса должна скоро закончиться. Англичане плотно обосновались в полуфиналах крупных турниров. Молодежки успешно выступают на своих Евро и ЧМ, а лидеры основной сборной охотнее уезжают в другие топ-лиги, где впитывают больше тактических идей. Да и самой АПЛ в последнее десятилетие резко возрос уровень подготовки команд и игроков. Осталось только не прогадать с тренером. В 2028 году чемпионат Европы пройдет в Великобритании и Ирландии. И там от трех львов будут ждать только победы. Хотя это и непросто, но если отбросить давление, то у англичан есть все, чтобы наконец прервать свое проклятие именно там. А может они нас удивят даже раньше? Как думаете? Напишите в комментариях. Там же оставьте свое мнение про обновленный формат эксплейнера. С вами был Саша Слудников и Дима Панферов. Лайк, подписка, колокольчик и классных оставшихся матчей на Евро. Пока!